Ребята, всем привет! Это уже седьмой строительный влог и начало этого влога будет с гардеробной комнаты. Сейчас приехали ребята-мебельщики и будут устанавливать гардеробную комнату. Вот, показываю вам ее, можно сказать, в девственном виде. И когда установят, тоже вам покажу, но, наверное, засниму чуть-чуть процесс. Я выбрала белый ДСП, вариант был еще с черным, но вы в инстаграм, и по-моему, нет, в инстаграм, да. Девочки писали, у кого гардеробная комната в темноте, я так говорю, не вздумаю брать, потому что видно все. Все пальцы, говорит, пыль видна, это как просто ужас, заколебались уже мыть. Поэтому я прислушаюсь к советам и взяла белую. Но черная, конечно, классно смотрится. Я и кухню хочу делать белье. Потому что когда-то, лет так 10 назад, мы жили на Абалоне, и там была большая белая кухня. Когда мы туда переехали, подумала, о боже, как же ее мыть? Вы не поверите, но белая кухня вообще не пачкается. То есть на ней как-то не видно грязи, и мыть ее легко. Поэтому белая мебель, это... Вы начали спрашивать у меня, ну, в основном инстаграм, контакты мебельщиков. Я вам сказала, что да, я дам контакты, но только после того, как мне установят. Потому что я не знаю, как установят, с этими ребятами я еще не работала, поэтому не знаю. Цена у них приятная. Ну, как из всех, что я мониторила, я выбирала между двоими, цена была одинаковая. Но выбрала этих ребят еще, знаете, как контакт, общение очень важен. И плюс они быстро работают. Я заказала на той неделе, на этой вот они уже приехали. Мы договорились на вторник, на вторник-среду. Сегодня понедельник, они уже все сделали. В предыдущем влоге я вам показывала, какой я выбирала материал. Вот, это белый диамант. Тут размеры. Да, белый бриллиант. И вот, такие вот моменты для меня важны. Я за них переживала. То есть, чтобы было все очень хорошо проклеено и было хорошее качество. Это 18-е ДСБ по размеру. Потому что многие ставят, когда мне просит, и написали 16-е. Я уже сразу отметала этих ребят, потому что 16-е никто им не ставит на мебель. Ну, как, некоторые ставят, но не в гардеробной комнате. Сейчас ребята установят, и я вам скажу, нравится или не нравится, как оно все стоит, как оно вообще визуально, потом еще в использовании. Потому что мне в дальнейшем надо делать еще вот эту вот большую... Это не гардеробная, это шкаф. Она получается вот так вот 10 метров полностью. И, естественно, тоже надо, как бы, чтобы делали ребята желательно одни и те же. Поэтому, если эти ребята понравятся, как сделали, то дальше будут продолжать. Также надо детские делать. Ну, как у Диома есть, но там еще надо ему... Я вам ставлю фотографию, я нашла в Икеа. Как раз то, что надо. Но сейчас пока не готова купить. Поэтому, не знаю, сейчас покажу ребятам, может быть, сделают за эти же деньги ему мебель. И Ники, Ники надо стол, и Ники надо шкаф. Вот. Нестандартного размера, поэтому по-любому надо делать на заказ. Я говорила, что покажу клевер, который я посадила. Вот, это красный клевер. Конечно, я хотела посадить белый, ползучий. Но меня переубедили и сказали, что посей красный, а на следующий год еще подсеешь белый. Плюс еще подсеешь травку. Я на новой почте, наконец-то, забрала свой заказ. Это, конечно, не строительное. Это я Ники заказывала кроссовки, потому что сейчас онлайн-покупки самые актуальные. Все закрыто, магазины не работают. А детям надо одежду покупать вместе с обувью. Поэтому вот такие вот заказала. Я могу оставить внизу Инстаграм. Вот. И цена нормальная. Они с ортопедической стелькой. Так, ну, это не строительная тема. Я чуть-чуть просто отвлеклась, если вдруг это надо и полезно. Заказала в дом и сад через интернет. Так как я гуглю, естественно, у нас очень умный интернет. Он все мониторит. И то, что я ищу, он мне подсказывает. И я заказала саженцы. Сейчас я открою и вам покажу. Так, смотрим. Это клепонька. Никулечка, наводи. Ты навела так, что ли? Да. Черный принц. Это я заказала для молодого человека. То есть, я каждому сажаю по кусту розы. Они урибунда. Что-то они плохо доехали как-то. Смотри, какие. Что-то она сухая какая-то и черная такая. Смотрим дальше. Так, товарный чек. За все я отдала 600 гривен. Тихо, тихо, аккуратненько. Труянда, полюбую. Ну, это все. Смитхоны. Да. А это получается... Помпанела. Да. Аккуратно. Бомблан. А это что? Нина. Бэйбл. Это звание. Конечно. И лосонг. О, специально. Это еще не все. Саммер романс. О, летний роман. Клёпа. Ну что, высаживать буду завтра? Сегодня уже не буду. И перед тем, как их я... Клёп, для тебя домик, да? Клёп. Розы, саженцы, вы разворачиваете, где-то на час, на три часа оставляете. Ну, мне рекомендовали на час, не больше. Оставляете в воде, желательно отстоянной. Потом эту землю отряхиваете и сажаете. Но перед этим надо налить корневин, по-моему, называется. Это такое, как подкормка, для того, чтобы корни взялись. Ну, не знаю, посмотрим. Тут еще от места зависит. Потому что я одни посадила, где много песка и мало чернозема. Надеюсь, что прижается. То есть у нас с правой стороны там будет это больше розаарий, с другой стороны более полевые цветы. Ну, надеюсь. Очень хочется, чтобы было красиво. Ну, вот так. Так. И вот это расстояние. Это вход. Среди, подержим. Метр тридцать. Метр тридцать. По семьдесят пять сантиметров. В принципе. Ой, по шестьдесят пять. Не бери по шестьдесят пять. Наверное, чуть-чуть больше. Давайте сделаем. А давай сделаем метр сорок. Это метр сорок это... Ну, по семьсот. По семьсот. Да, так будет красивее. Распрашная такая дверь еще. А остальной размер падает на эти вот такие часы. Давайте меряем общую длину сейчас. Чист. О, такой размер, как и под той стеной. Здесь хоть очень ровно стеной. Старались. Распрашивала, короче, через интернет. Сейчас ко мне приехали растения. Что я заказала? Спрей японская. Антонио от Рея. Гортензия. Гортензия. Волотистая какая-то. Зверобой обычный, декоративный. Потом гортензия опять. Только мега-минди. Кирия японская. Виноград. Виноград я даже заказала. Знаете, когда я заказывала? В три часа ночи. Потому что я даже сейчас не помню, что я заказывала. Спирея сира. Плюс опять обычный. Короче, на сумму семьсот гривен. Молодец я. Тоже мне ночью ничего не заказывать. И утром вы уже не помните, что вы заказывали. Ну, раз заказала, значит, так надо. Буду высаживать. И напишите мне в комментариях, кто разбирается в растениях. Именно у кого свой сад. У меня одна часть забора, она всё время на солнце. Поэтому подскажите мне, пожалуйста, какие растения любят сильно солнце. И ещё от забора будет жарко. От забора идёт жарко, да, потому что он металлический. И я думаю, что здесь высаживать. Думала туи посадить. Но боюсь, что и туи, как бы, в принципе, жарко. Да, он уже, то есть, на улице, ну, как, тепло, но не жарко, да. А он такой прям тёплый-тёплый. Летом он будет просто кипяток. Поэтому я не знаю, как. Буду очень благодарна вашим советам. Но я ещё, конечно, погуглю, но в любом случае. Так, и ещё я вам показала. Я уже не помню, я снимаю обычный, строительный блог. Розы. Я заказала много роз. У меня там, по-моему, 7 или 8 саженцев. Поэтому сегодня я всё это высаживаю. И ещё сегодня еду за плиткой. Надо докупить. Докупить плитки на порожки. Кабинет на порожек, входная дверь на порожек. И этот... Как он называется? Гараж, да. Всё движется, и это безумно радует. А ещё поставили вчера гардеробную. И я счастлива. Сейчас я вам покажу, какая она. Скажу честно, я гардеробную очень-очень долго хотела. И мне не верится, что она есть. Вчера, когда я вечером так стояла, я думала, смысл гардеробная. Не может быть. То есть это просто что-то нереальное. Та-да-да! Это так классно! Опа! И всё есть. Смотрите, я решила проект мой. Потому что я попыталась понять, что мне надо, отталкиваясь от количества моих вещей. Вещей очень много. Поэтому здесь будет самое основное по сезону. Там в большом гардеробе будут тоже некоторые вещи, но которого пока нет, но и будет. Там, конечно, тоже надо всё разделить, понять, где такие полочки для обуви и так далее. Я сделала зеркальное, потому что в этом гардеробе я буду жить не одна. Вот, поэтому, конечно, моих вещей больше. В этом гардеробе я буду жить не одна. Ну, я имею в виду вещи. Вот. И вот эта вот вещь, вот эти вот полочки, они получились случайно уже как бы в проекте, можно сказать, реализации. Почему? Потому что видите, вот здесь вот розетки внизу. Я не думала, что эти полки будут. Я думала, что будет просто как бы одно разделение вот такого вот. Ну, и как раз розетки посередине, ни туда, ни сюда, поэтому... А почему, кстати, их сделали посередине? Что? А почему, кстати, их посередине сделали? Розетки, потому что по проекту я решила, что гардеробные комнаты нужны розетки. На всякий случай. Ну, мало ли, может, ты паровую шубу сюда поставлю. Параллельно. И они как бы ни туда, ни сюда. И поэтому я приняла решение, что, наверное, вот такая вот полочка, она будет кстати. Она чуть-чуть крадет пространство. Можно было бы, конечно, больше, чтобы было место для вещей, которые висят. Но здесь можно красиво поставить сумочки, или этот диффузор, или свечку. Ну, то есть, Герберг это красиво. Поэтому, в принципе, я думаю, что очень неплохо. Наверх всякие сумочки, всякие, где-то, коробочки. Блин, свечка, причем? Вот. Вот эти вот полочки, поближе, вот эти вот полочки, я решила, что они, ну, как бы, нужны будут. Это, кстати, мужская сторона, это женская. Мы смеялись и решили, что, как, я говорю, я бы выбрала себе в левую сторону. Почему? Я говорю, ну как, потому что, когда лежишь на кровати, если вдруг дверь будет открыта, то на левой стороне всегда все сложено. А на правой не факт, ну, короче, хи-хи-ха-ха, посмеялись, ну, такое. Вот. Вот эти вот полочки, с учетом того, что можно поставить сумки. Потому что сумок тоже очень много. И здесь, скорее всего, что мужчинам же не надо много места. Вот. Что-то тоже будут сумки. Вот. Ну, я когда все это буду раскладывать, я тоже буду снимать. Так что, кто не подписан на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Будут приходить оповещения. Ну, и на инстаграм, потому что там все здесь и сейчас. Показала. Я так понимаю, раз это женское, то можешь сказать, тут будет полно вещей, сумки, о, тут полно все забито. А тут на плейны пусты, ничего нет. Ничего, я свои вещи туда поможу. Место не пропадет. Кстати, внизу тоже оставили, ну, как бы, место, например, для каких-то коробок или для обуви. Для чего? Для удобства, чтобы, например, можно было здесь точно так же сделать в рящик. Но, как бы, типа, как неудобно. Сильно надо наклоняться, присаживаться для того, чтобы что-то достать. Поэтому, не знаю, мне кажется, так хорошо, что здесь можно какие-то, не знаю, коробочки с собой поставить. Когда покупаешь новую обувь, новые кроссовочки. Короче, я думаю, на счастливое. Будет расти красивая-красивая роза, да, Тюма? А мы что, будем сажать? Тут розу будем сажать, да, черный принц называется. Она будет свистеть. Очень-очень красивая. Вот так вот, поверху-поверху. Мы сделаем такую арку. Да, давай. Вот такую? Да, вот такую. Давай-давай-давай-давай, время-время. Еще много роз надо сажать, целых восемь штук. Я буду копать. Ну, давай, копай. Копаешь очень медленно. Можно я тебе помогу? Или покажу, как надо? Нет. Ну, давай я тебе покажу хотя бы. Не так, смотри. Део, ну маму надо послушать, но она хочет объяснить, как надо. Смотри. Ну, потом я буду опять копать. Да, да, я просто тебе показываю. Видишь, ты в глубину и по чуть-чуть, а ты как бы вот так вот взял. Вот так, да? Много. И высыпал. Делаешь ямку пошире. Ага. Потом опять вот так взял. Смотри, оп. Вот, знаешь. Давай. Больше бери земли, а то мы тогда утром копать будем. Все, я иду за удобрениями, а ты давай копай. Копай, держу. Конечно. А, большой кусок был. Теперь вот то, что вот выкапаю посерединке. Какой большой тяжелый кусочек. А вот и с ним. Идем. Тут растет просто много растений, ты можешь случайно на что-то не сновидеть. Сновидеть. Девушка, отходи. Меньше, больше. Они, в принципе, одинаково клеточка. То есть они у вас, это вот такое, вот какие они любят кусочек реальненькие. Вы просто себе там обрезали, потому что вам надо. Они у вас распушились, распушились, вы потом знов. Ну, то есть, если надо. Соль такая. Знаете, крупная соль, а то мужская. Да. У Валя таким газон посыпала. Ну, вона называется микроморфозка. Записывайте. Я все в нем полюбуюсь. Только, знаете, что, да, не им можно все, мы навіть в картошку кидали. Ну, просто дело в том, что, коли, допустим, посадили растения, вам надо півтори, не півтори, а то есть, что, по себе пишите, нитроаморфозки. Ты муравьечек давишь? Нет. Они в ловушке, то есть, не ловушки, понятно. Может, без Р, ну, приблизно так. Например, ним даже можно кропить. Вы там на баллон собі, 10 литров баллон, там, 40 литров на работе. Ростворяете. Поприскали, коли гарно-гарно. Зелень оця, вони через листки, через хвою, убирають нам багато больше поживного, чем через хвою. Так что кропиння – это самый лучший вариант. Класс, вы должны знать. Только обязательно после того, как пройшло, там, ну, 2-3 недели, ну, если рослина не засохла, то вы понимаете, что воно уже принято. Можете поподливать. А те, что меньше, у нас тут еще зайцы. Вони їх а то обгрызали, и вони нам а то их пошли, пышли. Ну, которые с беленькими этими кроялись. Ну, а, нет, они есть с желтыми, да, я видела. Вон, типа, с желтыми этими, я вам-то дипунечек а то и показывала, что воно есть. Опа. Вот это желтый, это с желтым. Да, венлескешный, ну, из... 50 гривен, да, написано у меня? Бересклет, 50 гривен. Да, да. Алло. Сейчас скажу, бобовник, золотый дождь, он еще не забыл. Вон тоже росте в высоту до 3 метров. Ну, если вы будете его формировать, то он тоже. И он потом так красиво цветет, як начи квасоля, только желтый-жолтый, яркий таки цветы. Вот так вот, 3-м такими ветками. И бывает такое, что он же что-то переливается, так вообще, серебряно, такими этими. Если вы его сформировали, то у него потом так получается зеленый, а тут таки желтый. Это хвост. Воно так вот кругом таким росте, листки, и потом вибивает такую палочку, и на иначе колокольчики такие голубенькие. Ну, они просто, есть разных сортов, вот у меня бело-зеленый, но там маленькие такие листочки. А вот эти, они прям такие огромные листки, и они прям такие, начи, трошки закрученные. Мама сказала, что опять что-то купила, а я, она всего лишь поехала за удобрением, чтобы посадить то, что она уже купила. А она поехала за удобрением и купила еще. Ну, я купила такую классную штуку. Я купила 10 самшитиков. Это кустики, которые... Почем? Недорого. По 60 гривен. Я купила 10 штучек, потом куплю еще 10, потому что у меня не хватает денег, я все трачу. Судя, поехала в магазин, купила просто чуть-чуть продуктов, 700 гривен. Самшитики 600 гривен. По 700 гривен заборчик. Куриточку буду писать, что у них ха-ха-хе. Потом растения. А растения, вон они. Тоже сегодня 600 гривен. Там барбарисы, во всем там же разные. Катальпа, да? Да. Потом вот удобрение купила. И Деме купила молоточек. Идема будет, да, помогать по дому. Да. Да. Спасибо. Вот. И гвозди забила. И гвозди у нас есть, да, вот. Какой тяжеленький. Я так рада, я так рада. И сейчас уже сколько? Шестой час. Надо срочно начинать сажать то, что я вот там вот купила. С новой почты забрала. Поэтому мне много чего сажать. Плюс сюда... Кошка залезла. Плюс надо вот это все. Клепонька, ты следователь, да? Клеп. Клепа. Кто-то у меня в предыдущем влоге спросил по поводу того, что возим ли мы Клепу за собой, или она живет в доме. Ребят, мы живем в доме. Ну, как бы вот этот маленький домик. Мы здесь живем. А вот большой дом. Поэтому никто никуда не ездит. Мы все время здесь. А подожди, они думают, что... Подумали, что мы где-то живем и приезжаем сюда в дом и сажаем. Типа, нет. Мы здесь и живем. Поэтому живем просто в гостевом. Клепонька, маленькая. Клепонька погладить ее хотела. Клепонька, 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 Клепонька. Вот это Кусюня. Это ее дом. Никулька, я поворачиваю камеру. Смотрите, здесь я вообще хотела все забетонировать, но меня переубедили. И сказали, что надо... Куда? Что ты бьешь об стену, Димир? Димир, что ни в коем случае. Дом еще не закрыт, но уже расфигачен. Меня переубедили и сказали, что надо оставить полтора метра для того, чтобы можно было здесь что-то посадить. Типа туи. Но я боюсь, что... Я уже говорила, да, что они могут не прижиться из-за того, что нагревается забор и, короче, не знаю... Но если что-то будет высокое, то солнце будет светить на дерево, и забор не будет такой горячий. Да, но я же не могу посадить что-то совсем высокое. Забор 3 метра. Смотри, она еще на кушку хочет залить. Вот это все надо сапкой вырубать. Я не представляю, как я этому наделась. Ну, во-первых, не только ты это будешь делать. Ну, у тебя голова, тебе нельзя. Это Оля так говорит, а я все равно это делаю. Мама, прости, но мне нравится. Я аккуратненько, я по чуть-чуть. Вот. Поэтому работы много, но я очень рада, очень рада. И вот, видите, уже тут собирается строительный мусор. Один раз я уже вывезла, тут было очень много. Сейчас гаража тоже... Ну, там тоже есть строительный мусор. Его как бы вынесем, чтобы гараж привезти в порядок. И потом опять вывезду строительный мусор. Так что... Все хорошо. Оставайтесь с нами. Мы с Демидом приехали в такое место с растениями. С от огорода, можно сказать. Идем на кубровую даже на кубровую. А еще мы взяли сомщик. Я вам думаю, что это. И вот еще и перед. Мама, спасибо. И глаза разбегаются. И все, все очень хочется. Может, ты еще что-то купила? Да! Нееет! Да! Я заказала... Знаешь что? Я заказала 10 туй. Разрастают до 8 метров. Представь, когда у нас ветер сильный будет, они будут 8 метров. По 2 метра. То есть, их привезут 2 метров больших. И посадят на следующей неделе. А сейчас я тебе покажу, что тут у нас. И у нас света нет. Поэтому ты ничего не посадишь. Посадишь чуть-чуть попозже. Ну, я... Какие хорошенькие. И это еще что? Аккуратно. Это знаешь что? Это магнолии. Это Дема выбрал. И он сказал, что они уедут без них. А еще сказал, что он даст мне 100 гривен за них. Говорит, мам, я тебе дам 100 гривен. Покупай. Покупай. Вот так. Покупай. Покупай. Я дам тебе 100 гривен. Да. На самом деле, мне подсказала подписчица в инстаграм. Ее зовут Оля. Она давно меня смотрит. Я же вижу, кто меня смотрит, кто комментирует. Ну, кто со мной общается, да? Потому что я всем отвечаю. Она мне написала... Аня говорит, Дем, аккуратно. Она мне написала и сбросила фотографии, где она покупала. И по хихим ценам. И вы знаете, я из тех людей, которые всегда, всегда будут мониторить, искать. Потому что для меня цена, качество это очень важно. Я не буду бросаться деньгами. Я, ну, как бы рационально их трачу. Ну, иногда бывают. Я вижу. Нет, это рационально. Сейчас объясню. Они даже чуть больше, чем те. То есть, если вы вообще по 50. Но если вы берете больше 15. Я взяла, что это голодальный посылок. Классный. И вот если вы берете, отдали по 300. Две метровые деревья. Они двух цветов. Одна белая, одна такая. А розовая? Розовая. Но розовая не нежная розовая, а розовая. Как у Вали? Да. Поэтому я безумно рада и благодарна Олечке, что она мне место это открыла. И я открываю вам. Это небольшой КП-сад. Он сразу у дороги. Проварской проспект 20. Вот. Я могу, в принципе, внизу под видео написать номер телефона. Это не реклама. Не подумайте. Просто на самом деле там адекватные цены, хорошие растения. И я очень удивлена, поэтому... Еще раз, Олечка. Это не у той девочки? Нет. Я же тебе говорю, это мы поехали на Броварской проспект. Я просто не знаю, где Броварская проспект. Сторону Броваров. Логично. Вот просто эта девочка тоже в стороне Броваров, поэтому я что-то не люблю. Да. Ну, в общем, вот так вот. Так что будем сажать чуть-чуть попозже. Сейчас поеду за Корневином. Вот. Класс. Белокорневин. Но. Нет. Нет. Тебе понравится. Смотри. Та-да-да. Тут разные надписи. Это, короче, вместо бетонных. Ну, а что, классно. Будут такие... Они по стилистике, в принципе, подходят. Я сначала хотела просто такие длинненькие плиты. Вот именно такого серого цвета, чтобы было видно, что это бетонный. И делать, ну, шаг, да. А все остальное это травка. Потому что мы посадили клевер, и мы топчемся. То есть, соответственно, там, где мы топчемся, он не вылезет. И я решила, что будем ходить по плитам. Плиты я нашла. Но не такие, как я хотела. А потом увидела эти лапки. И подумала, что детям будет веселее ходить по лапкам, чем по плитам. Да, плиты стильнее, красивее. Но лапки интереснее для детворы. Поэтому... Делала пока только пять, я забрала последние. И взяла номер телефона у продавца. Они делают на заказ. И я сейчас посчитаю, сколько нам надо этих лапок. И закажу. И не поверите, я нашла крутую цену. Знаете, сколько стоит одна лапка? 33 гривны. Да ладно? Да. Ну, то раз 33 гривны, то нормально. Да, так что вот так вот. Продолжение следует...